здравствуйте дорогие друзья как я и обещал я сегодня выложу последний фильм который будет из серии бесплатных последующие все фильмы я буду переводить на платную основу связано это связи с тем что я дал объявление по поводу рекламы книги что мне необходима определенная сумма так как спонсор основной спонсор лег на повторную операцию он не может участвовать финансирование книги книга отпечатана осталось только лишь порезать эти листы сшить и как говорится одеть обложку объявление работает в социальных сетях спасибо всем друзьям товарищам и просто знакомым которые отозвались на мою просьбу и перечислили для кого это может гроши для меня это очень хорошая поддержка низкий вам поклон давайте теперь перейдем к нашему фильму я в свое время под определенные заказы поэтому вы фильм такой не видели с такой мушкой делал вот имитацию такого вот муравья почему я не выкладывал фильм потому что она достаточно по себе дорогая в изготовлении по материалам и очень такая хлопотная в чем заключается этот фильм я по вязанию такой мушки выложу на платном канале потому что используется вот такой материал весь антрон и мушка изготавливается очень долго за счет этого не каждый сможет ее купить но работает она беспрекословно практически на любом водоеме вяжется она начиная от 16 номера и заканчивая десятым откликается вся рыба я для вас чтобы вы не говорили что я жлоб или еще что-нибудь мы сейчас изготовим тоже секретную мушку которая работает круглый год она будет напоминать вот такого летучего муравья но будет уже нимфой что нам для этого нужно будет давайте приступим здесь немаловажное значение играет форма крючка обычно я использую крючок который или тимка 200р или как я уже вам показывал это крючки от фирмы strike или допустим вот как вы видите это фирмы strike но практически это тот же самый крючок который выпускает хая буса здесь вот я специально уберу чтобы вы вот так вот видели его номер вот ведь форма его такая единственное только лишь то что сам по себе крючок черный у тимки он больше как бы по золото идет анодирование что нам понадобится нам еще понадобится для огрузки бусинка обязательно вот можно конечно ее заменить на любую пластмассовую как я обычно иногда делаю если нет такой можно использовать черную медную вольфрам латуни все что угодно но это является вот в этой мушки есть два элемента которые являются самым-самым таким привлекательным для нашей нимфы не потому что она должна даже быстро по подгрузиться и вернее погрузиться что нам еще понадобится я сейчас вам как вы просили покажу очень очень подробно три секунды сейчас мы возьмем соответствующий свинец вот мне еще понадобится значит это я когда-то 05 покупал свинец если у вас такой нет медной проволоки вернее нет свинцовой проволоки можно немножечко подгрузить ее еще медной нашей проволокой поэтому здесь не столь важно главное чтобы это все подходило под по диаметру значит желательно чтобы было проволока у нас так чтобы мы потом наш шарик могли одеть на эту проволоку у романа мозора есть очень много фильмов где показано как это все делается поэтому труда для вас никакого не составит я не смазываю клеем потому что я подготавливаю ту спиральку свинца которую я подготовил в крайнем случае если по каким-либо причинам у вас нет вот такого счастья можно поискать на рынке продают вот такой листовой свинец это из физио кабинетов для выполнения определенных медицинских процедур иногда продается в художественных салонах для того чтобы можно было заниматься рукоделием даже не рукоделием а это больше для тех кто занимается стекольным визажом я слегка вот делаю здесь тоньше чтобы мы могли более качественно одеть вот я примерил хорошо шарик мой подходит теперь я все убираю на место и делаем показываю еще раз потому что вы неоднократно меня спрашивали это гелевый клей тот же секундный клей который продается и в тюбиках и отдельно но он гелевый почему я такой использую потому что всегда есть время что-то исправить в своей работе на нашу небольшую капельку там где у меня перед свинцом и начинаю задвигать следим за тем чтобы наш свинец ровно вошел не деформировался как вы видите очень все мы успешность выполнили делаем следующее нанесем немножечко клея значит на свинец его мы не трогаем просто нанесем для того чтобы потом было удобнее нам делать в дальнейшем обмоточку так как нить у меня сама по себе очень скользкая я всегда наношу клей это то о чем вы спрашивали почему я наношу клей потому что это полиэстер и сама по себе нить ну скажу честно не очень такая хорошая в работе поэтому я выполню небольшую вот такую обмотку этой нитью буквально 23 оборота чтобы можно было закрепить потом другую нить мы ее не будем дальше продолжать теперь переходим к другому важному моменту нам необходимо закрепить те материалы которые будут крепиться у хвостика я беру оранжевую нить она флуоресцентная то есть при попадании света она у нас светится мы сейчас здесь в одной точке как вы видите я специально выбрал точку там где у меня будет перепад по диаметру между моим свинцом и потом последующим телом все больше нам здесь уже с вами эта ниточка не нужно совсем немножко если есть белая предпочтительнее используйте белую но так как у нас здесь тело будет и черная и оранжевая поэтому большой роли сейчас не играет переходим к следующему моменту что нам нужно еще нам понадобится черная нить вот такая как у меня имеется ровница это тоже искусственный шелк ну сильно вы можете не гоняться за конкретно вот так вот таким материалом который продается в интернет-магазинах все можно заменить как вы видите вот эта нитка которая куплена мною за три копейки никак не отличается вот от этого полиестра который мы покупаем в интернет-магазинах нам понадобится черная оранжевая нить и понадобится еще с небольшой кусочек красной яркой яркой такой пряжи чтобы мы имитировали как вот в моем муравье который я вам показывал сам саму жопку этот является элемент который очень быстро привлекает нашу рыбу вот вот такая радость должна быть я использую обыкновенная нить для вязания которая применяется повсеместно найти я думаю не проблема если нет можно попытаться вам использовать щепотку меха или подшерстка но это будет несколько сложнее для того чтобы тело было у нас не проявлялся не свинец никакая другая у нас другой цвет я еще использую для подмотки вот вы можете заметить она все светится так же как и ультрафиолете как и моя оранжевая также и светится хорошо вот это белая светоотражающая также как и у меня вот на мои футболки это все можно найти в галантерейных магазинах мы берем с вами опять же все крепим почему я вам говорил я выбираю здесь для подмотки для всего определенную вот место и за счет крепления материалов я уже немножечко зал залез на наш свинец чтобы не было у нас ступенечки и проматывая здесь и с каждым закреплением материала у нас становится все ровнее ровнее наше тело она будет немножечко необычное почему потому что всегда обычно хвостик или торчит или еще что-нибудь но мы с вами сделаем совсем совсем по-другому нить мы промотали с вами и я нить увожу вот сюда дальше для удобства можно распускать можно нет я формирую вот уже небольшое цилиндрическое тело которое должно у нас дойти до свинца работа это долгая нудная поэтому я сделаю небольшую паузу она у меня сама же вот становится ровница если по каким-то причинам поставьте в бобинодержатели никаких проблем не будет мы должны с вами выровнять сделать вот такое тело как бы чечевично образная да не доходя до свинца за это время наш как раз шарик со свинцом приклеится вот мы сделали приблизительно подровняли вот так тело как вы видите у нас уже нет грубых переходов что очень важно можете это применять можете не применять но я обычно всегда для того чтобы не использовать полезную площадь поддева крючка если есть возможность я всегда выношу элементы выше на само цевьё на загиб я подготовил ниткой площадочку там где сейчас будем мы изготавливать хвостик беру пряжу что нам нужно для того чтобы не было уступов я стараюсь вот где-то посередочке и и вот так вот сразу два две эти пряди подхватить дальше не подхватываю теперь смотрите что у нас выходит чтобы не было скученности материала я это все обратно подхватываю и держим две пряди так чтобы они были вертикально вверх не в плоскости разворачиваемых а подымаем вверх проходим наши этой же оранжевой ниточкой до места там где мы крепили проматываем подготавливаем площадку и приблизительно я вот считаю на всей площади тела ну где-то посчитайте сами два с половиной три миллиметра возьмите приблизительно половина загиба здесь крючок номер 14 вот как раз она приблизительно столько же и выйдет теперь я подымаю обе вертикально пряди вверх и перевожу их стараюсь так чтобы они у меня были очень очень аккуратненько под весом катушки отпускаю бобинодержатель и в одном месте не надо проходить ни вверх ни вниз никуда в одном месте делаю 35 оборотов оставили теперь чтобы не было у нас ступенек я делаю наклоняю под углом и отрезаю вот так как вы видите в сторону загиба отрезал отрезалась все под углом и у нас нет уже не проматываем потому что здесь будет уже другой материал теперь нам как я уже говорил понадобится наша черная нить вот она на ну толщины этой моей ровнице будет может быть и мало но вы сами посмотрите сколько здесь там две-три пряди сколько вы возьмете я обычно для удобства работы всегда стараюсь это все сложить пополам и потом дальше уже аккуратно работать здесь я уже отрежу потому что нитки будут путаться и будут работать не очень неудобно я теперь беру смотрите что я делаю я не приматываю а только лишь одеваю на нитку разрезанную с эти две пряди и и будем сейчас это все аккуратненько вот видите просто одел подымаю это все вверх и в этой точке чтобы у меня не было здесь лишнего ничего я ее оставляю вот так и она осталась у меня сверху теперь я беру слегка подравниваю и как вы видите у меня нет ступенечки нить я не меняю потому что мы с вами будем использовать черный и оранжевый цвет теперь смотрите как обычно я всегда эту мушку изготавливаю вот до считайте хвостик мы не трогаем все наши нашу разбивку оранжевый черный мы должны изготовить вот на этом одном сантиметре поэтому где-то должна приблизительно то есть три вот хотя бы два чередования черного цвета и потом оранжевого должно произойти процессе вы сами поймете почему именно так берем и начинаем теперь разравнивать нашу ровницу вот она у нас аккуратненько ложится на следим за тем чтобы не пряди не перекручивались если они перекручиваются разъезжается слегка в какую-либо вот так сторону подкрутите их тогда у нас нитка не будет разъезжаться проверим хорошо ли да меня вполне устраивает хвостик у нас получается должен быть жирным дальше мы тело должны слегка как бы увеличивать теперь смотрите здесь какое неудобство сама по себе черная нить потом будет проявляться чтобы мне не делать глупых каких-либо работ я вынужден все таки это отрезать отрезаем и аккуратно чтобы не было у нас ступенек вот это все делаем опять же на эту ровно но слегка по величине больше поэтому без стеснения я есть фильм я делал так вроде бы как такую обманку под змею каменку вернее не каменка она египетская королевская было вот и следим за тем чтобы величина как черного так и нашего оранжевого были приблизительно одинаковые не забываем о том что нам необходимо слегка увеличивать уже ближе к шарику наши размеры опять берем нашу черную нитку так как мы ее уже разрезали значит теперь мы ее должны закрепить сверху подтянули подровняли на косую обрезали чтобы не было у меня лишнего ничего удалили здесь промотаем и нашу нить уводим там где мы должны закончить обмоточку нашей черной и опять так же но здесь уже так как тело у нас нужно немножечко увеличивать поэтому здесь нам нужно будет каждый раз делать как бы утолщение поэтому два три раза придется нам пройтись по одному и тому же месту достаточно возвращаемся еще я вам забыл сказать что как вы видите у меня оранжевый получается по ширине несколько меньше по это за не один их а них вот эта ширина что оранжевого что это не одинаково оранжевый идет как бы как ребро но не значит что грань поэтому мы оранжевый проматываем меньше по ширине приблизительно вот так если есть вот как у меня выходит лохматости это не страшно это потом убирается за три секунда зажигалкой следим за тем чтобы никуда у нас наша ниточка не уходила можно пока как говорится здесь потом добавить и немножко другой лак это не страшно попробовать потом подкрасить флуоресцентным или светонакопительным или светоотражающим обычно я потом это все беру вскрываю лаком поэтому вы для себя выберите как вам будут удобнее но вот у нас как раз получается что мы уже можем можем спокойненько сделать еще одну обмоточку черным переводим нашу нить вперед она потом у нас уже больше не пригодится так отлично два третьих оборота нам было достаточно удаляем теперь при формировании грудки мы можем спокойно с вами немножечко наехать и на черное это не является каким-либо преступлением но сама сама грудка должна быть я обычно всегда использую всевозможные из наборов даббинг это не значит что если у вас вот нет вот такого то вы должны как-то возьмите перо павлина нет перо павлина возьмите потом какой-либо другой даббинг коричневый так чтобы он потом уже в тон нашего пера мог подходить годится это есть делаем теперь завершающий узел и теперь самое главное чтобы мы не испортили то что мы с вами уже здесь сделали я беру слегка увлажняю здесь наш хвостик беру зажигалку не турбо обыкновенную зажигалочку и вот так на расстоянии вот все лохматости какие у нас были мы убрали она почти в идеале то есть уже нам мешать здесь ничего не будет что здесь нужно взять найти лак любой прозрачный лак который для головки вы используете и без фанатизма но впитываться будет достаточно хорошо почему я использую именно этот лак это лак клей глубокого проникновения я не переживаю за то что у меня сверху она приклеилась а внутри у меня теперь смотрите видите у меня мы почему снизу проходили оранжевым я снизу точно так же чтобы не попало на мой мех сверху наношу лак и аккуратно пока я наносил этот уже лак у меня впитался наношу следующую порцию это тоже это тоже отчасти немножко долгоиграющая за счет вот такого технологического процесса если мы это не вскроем лаком ну две-три поклевки и наш окунь ее превратит в хлам потому что нитка ровница которой мы с вами изготавливаем мушку она недостаточно крепкая чтобы выдержала такие поклевки а вот шерсть которая у меня осталась на хвостике это как раз тот момент когда вот нам необходимо чтобы был мягкий кусочек а не стекло рыба обычно как я уже и в книжке написал сразу распознает как только в рот берет сразу у нее идет рефлекс выплюнуть так как это стекло хорошо конечно работает на быстрых проводках на течении но скажу вам сразу за три года сколько я ее вяжу как секретную для своих друзей и под определенные заказы она не обманывала зимой никогда вот насчет хариуса как у меня спрашивали мне не выходило опробовать ее и отправить друзьям ну я думаю хариус в лунке будет не против оставляем до полного полнейшего высыхания и мы должны с вами подготовить пока оно будет сохнуть перышко перышко может быть любое может быть куропатки может быть перепелки может быть перо из петуха курицы но так чтобы величина бородок нам подходила вот у меня я же говорю есть и перепелки есть там и куропатка но я так как мои курочки начали линять я залез к ним в клетку и нашел вот такое симпатичное перышко которое пригодится мне в вязании давайте дождемся пока высохнет и продолжим наш уже лак подсох теперь я очень часто задавали вопрос раньше я использую вот использовал вот такой клей для вейдерсов он ультрафиолетовый значит есть до неприличия дорогие вот такие фонарики которые светят специально чтобы затвердел этот клей есть аналоги вот тоже светит также таким есть магазинные это все куплено уже на рынке можно указку в которой имеется там же ультрафиолетовый этот фонарик нам необходимо изготовить пышную грудку я обычно иногда использую вот есть такой спектра даббинг можно в наборах как я показывал но учитывая то что мне нужно сделать более объемное тело грудки моей и чтобы оно не налазило на основное тело я буду использовать перо павлина я взял две бородки нитка конечно закреплена у меня под свет чтобы была светлая что я делаю вот я беру и начинаю вот так их между собой скручивать это называется проармировать перо тоже отвечая на ваш вопрос в таком состоянии очень долго прослужит перо павлина но ставлю вас в известность если вы будете использовать для хариуса хариус не всегда доброжелательно относится к павлину это уже по отзыву моих друзей поднимаем вверх вот эту скрученную веревочку вместе с пером держим за веревочку и мы с вами должны наехать на нашу черную вот эту полосочку которую мы с вами изготавливали нашей ниткой виток прямо вот считайте виток на виток положить в нахлёст но создать вот такую жирную пышную грудочку следим за тем чтобы перо наше было все время скрученное с ниткой при функции роторе это конечно делается очень быстро но я показываю это для тех которых у которых не всегда это имеется дошли до колечка как вы видите я даже не делал полный оборот вот закрепим нашу наше перо две бородки ну три бородки все зависит от пышности пера значит почему я затронул клей этот ультрафиолетовый понятное дело что если использовать эпоксидный клей или использовать этот клей выйдет значительно дольше не надо так долго вот у меня ушло более часа пока эти два-три нанесения клея впитались и создали мне ту пленку которая нужна беру ту перышко которая подготовил значит смотрите длина пера длина пера должна доходить до загиба или же до красного нашего хвостика то есть полностью мне подходит количество оборотов ну скажу вам сразу для вот как я ее сейчас изготавливаю больше для зимней рыбалки даже два оборота это не напугает рыбу что я делаю нам необходимо сейчас изготовить замочком как вы видите я не отрезаю беру ноготком вот так наклонил перо и теперь пару тройку хорошо оборотов мне нужно сделать сперед как бы мы уже с вами формируем площадочку для наматывания нашего пера без лишнего фанатизма потому что здесь жабо нам не нужно и только вот после этого я беру отрезаю это перышко можно конечно сразу подготовить кому как удобнее теперь поднимаем вверх увлажняю пальцы и вот это перо стараемся сразу убрать назад мы формируем уже с вами опушку помогаем обязательно пальчиками вот как я вижу одного оборота мне мало два может быть много ну попробуем все зависит от того пера с которым вы работаете два приблизительно где-то пройдет делаем один оборот поднимаем перышко вверх и теперь что здесь нам необходимо я обычно чтобы не было потом у меня никаких проблем в дальнейшем использование мушки беру делаю вот так увожу все ровно один оборот оставляю в таком положении удерживаю беру клей я уже этот метод показывал не один раз прежде чем сделать завершающий узел беру буквально маленькую вот такую вот капельку клея на кончик иглы от инъекций наношу на нить клей мой никуда не попал и вот мы вместе там где с вами изготовили перо хорошо у нас проклеится клей конечно должен полимеризоваться и он будет у нас абсолютно прозрачным и не будет вот того несимпатичного хотя иногда как мои друзья сибиряки вяжут иногда специально делают вот такую здесь разноцветную шею красную оранжевую которая служит дополнительным элементом для поклевки раздражителем придерживаю перышко и как бы срезаю вот таким движением значит пока оно сохнет я не буду подравнивать ничего но в дальнейшем потом нужно вот все вот эти вот так перышки нам как бы распушить и они у нас будут довольно симпатично потом стоять обыкновенный вот такой вот спайдер который используется при повседневной нашей рыбалке но только лишь этот этот вариант я скажу сразу использую из проверен на протяжении трех лет это практически и зимние рыбалки и летние рыбалки и весенние и в малоклевье значит используйте пожалуйста только лишь по величине крючка расцветкой сильно не играйте почему потому что зачастую бывает рыба очень капризная я специально вот открою свою коробочку покажу вот у меня есть я делал вот такие нимфы как вы вот видите вот они тоже у меня все ультрафиолетовые вот они хорошо светятся светятся они при обыкновенном фонарике вот поэтому иногда рыбу это настораживает и отпугивает а зачастую берет сразу без всяких проблем с превеликим удовольствием поэтому пробуйте как я уже говорил перо может быть практически любое но знайте основную основная линия и точка атаки это наша жопка мушки и тело ее все вот эти части желательно не делать чересчур вот такими вот яркими вызывающими чтобы рыба отвлекалась у нас на саму головку все друзья мои благодарю вас за внимание кто желает что-либо написать или помочь в издательстве книги я оставлю почту вы все там прочитаете пишите мне благодарю за внимание до речи